Вы смиритесь, если Макс выберет Сашу? Я хочу увидеть его обглотанную ногти. Когда он себя будет кусать ногти, я хочу посмотреть на это. Потому что, если Саша, то ему нужно идти к психологу. Потому что Саша внешне похож на Карину Смирнов, на бывшую его пассию. Внешне. То есть, если его до сих пор гложет то, что она от него ушла, тогда ему надо обращаться к специалисту. Но если он выберет Сашу, это будет его личная трагедия. Мне его жаль. Ольга, Илон, а мне очень нравится твой стиль одежды. Даешь ли ты уроки? Могу дать, если хотите. Обращайтесь. Приезжайте, обращайтесь. Научу, покажу. В ателье, да? Да. Олеся спрашивает. Илона, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, экранный образ претенденток на сердце Максима соответствует реальному? Кстати, Кристина у нас была подобная. Она говорила, что ее смонтировали только в одном образе. Она более многогранный человек, но смонтировали только в одном образе. Как мы на самом деле все делали? Честно говоря, ну как у меня была визитка и вообще мой образ. Мне было, наверное, легче всех, ну, в каком-то понимании. Потому что я такая же точно в жизни. Я не видела ни камеры, ни микрофонов. То есть я что, вне камеры, в камере, до свидания, до свидания абсолютно один и тот же человек. Ну, может быть, Кристина говорила о том, что смонтировали как-то односложно. Потому что в ней этой стороне было больше всего. Да, она сильная. Она такая отчаянная. И она хочет счастья, любви. Ну, такая, ну, прям очень сильная. Поэтому эту сторону, может быть, и показала. А у меня, кроме того, что я вообще не хочу любви, у меня есть масса других сторон. Поэтому, может быть, я показала. Елена спрашивает. Знаете, Луна, я бы хотела быть похожей на вас и добиться хоть половины всего, чего добились вы. Мужчину для души и сердца вы обязательно найдете в самый неожиданный момент для себя самой. Видимо, сейчас еще не ваше время. Вот такое тоже. Татьяна. Дорогая Луночка, вы самая остроумная, самая интересная и самая красивая участница шоу. Желаю вам найти достойного спутника жизни. Не жалеете ли, что приняли участие в шоу? Я никогда ни о чем не жалею. И, видимо, в моей жизни пришел такой момент, что мне нужно было оказаться в той ситуации. Потому что у меня никогда в жизни не было таких подобных ситуаций. И то, что эта ситуация просто показала, что у меня сердце просто еще не совсем зацементировано. Все-таки есть какое-то что-то такое живое и настоящее. Потому что я уже, честно говоря, поставила огромный крест на любви, на отношениях, на всем. Но эта ситуация показала, что все-таки что-то есть живое. И, мне кажется, может быть, благодаря этому шоу у вид мужчины, моя судьба. И я хочу, чтобы меня боролись, завоевывали в моем сердце, в мое внимание. Может быть, это наконец-то время пришло. Время X. Надежда пишет. Наверняка вам уже известно, кто стал победителем шоу. Не раскрывая имен, как вы относитесь к выбору Макса и как думаете, правильным ли он его сделал? И счастлив ли он будет со своей избранием? Он не будет с ней счастлив по одной простой причине, что он просто с ней не будет. А выбор его, я считаю, катастрофой. И только хочу ему пожелать, чтобы он получше разбирался в людях. Спасибо вам за ответ. Вы умничка, так держать. Желаю вам найти настоящую любовь. Он обязательно где-то есть. Да, ждем. Екатерина. Илона, здравствуйте. Скажите, насколько отличается образ Макса, созданный в ТВ-шоу, от Макса без камер? Уже, в принципе, говорили, что он такой же, да? Но он живее. Без камер он живее. Он может ругнуться, психонуть. Ну, в нем больше эмоций без камер. Интересно, не проскакивало ли у него какое-то такое мысль? Зачем я пришел вообще на это шоу? Ничего такого не было? Нет, было. Он, честно говоря, был уже в середине проекта, почти до конца. Ну, я думаю, что он очень сожалел, что он вообще в это все ввязался. Потому что, ну, только человек, он боится кого-то обидеть. Ну, у него есть такая вот черта. Ну, она хорошая, только не в этом смысле. На любви, как на войне, все средства хороши. А он все-таки более тактичный был, и поэтому, мне кажется, ошибся. Оксана интересуется. Илона, вы сильно отличаетесь интеллектом от участниц этого шоу. И еще, мне импонирует ваш стиль одежды. Вы очень выигрышно смотритесь в кадре. Скажите, с кем из участниц вы готовы поддерживать связь за проектом? Уже отвечали. И второй вопрос. Насколько комфортно жить в змеевнике под прицелом камеры? Это интересный вопрос. Ой, вообще никакого комфорта. Никакого интереса жить в этом террариуме. И дело в том, что, ну, как бы, девочки вели себя так. Я себя чувствовала человеком, который на глазах у миллионов опускает такой аквариум с этим, как это, рыбой, которой живем, съедая человека. С пираньями. С пираньями. И так вот его по пускам опускают, чтобы он не кричал, не было больно, и чтобы это все видели. И это, конечно, было ужасно. До тех пор, пока Макс мне, ну, вне камеры, сказал, Илона, я тебя очень прошу, не обращай внимания на вот то, что происходит. Просто отключись от меня. Потому что ты мне нужна. Потому что если ты уедешь, я хотела покинуть проект. Я даже... Ну, я серьезно. Я уходила из проекта без правил. Он сказал, если ты уедешь, я тоже уеду. Я тоже брошу все. Ну, то есть я поддерживала Макса, Макс поддерживал меня, и только это мне... Только благодаря этому я выживала в этом проекту. А так было бы, нет, конечно. Это... Это не сопоставимо, как бы, жизненными факторами, абсолютно. С моими. На самом деле. Ну, сложно, конечно. Наталья. Привет, Илона. Я смотрю шоу «Холостяк», не пропускаю. Меня очень интересуют такие вопросы. Так, общаюсь ли с Максом после шоу? Саша Шульгина. Действительно такое слово на букву «С», как ее выставили на шоу? Ну, это на хуже. На самом деле. Двуличная, неживая. Мне только хочется ее пожалеть. Потому что в жизни с такими качествами люди просто не выживали. Но нет качества жизни, скажем так. Ты действительно считаешь, что вы с Максом подходите друг к другу, как пара? Я считаю, да. Мы подходим. Где-то далеко не надо ходить и анализировать. Во-первых, у нас с ним цели одни и те же. Как у него там танцы, например, в дизайне. Во-вторых, я могу, я такой человек, я на жизненном пути. Могу, если человек там оступится, упадет, встанет, я могу еще себе на спину взвалить и потащу. Даже если буду вообще уже абсолютно умирают. То есть на меня можно положиться. Вот это у меня такое качество, которое в жизни, как опыт показывает, это очень ценно. И во-вторых, ему нравится пикет, но если бы не нравится консул, то это уже ближе факты. Мадлена, вы неоднократно говорили, что сделали себя сами, без чьей-либо помощи. Насколько я знаю, чтобы стать дизайнером одежды и устраивать показы мод, необходимо большие капиталовложения. А эти капиталовложения я заработала сама, начиная с 18 лет. И для того, чтобы делать первую коллекцию, я убирала в ресторанах за 5 долларов в неделю. Поэтому я абсолютно могу сказать, что да, я не стесняюсь того, как я зарабатывала первой. У меня не было ни отца, ни поддержки, ничего. Уровень жизни был такой, скажем, ниже среднего. И я горжусь тем, что я в своей жизни всего добилась сама. И капиталовложения зарабатываю тоже сама, тяжело, но все равно. Спонсоров нет. Екатерина. Здравствуйте, Илона. Скажите, пожалуйста, как решилась проблема с теми людьми, которые вам угрожали и разбили витрину от Ильи? Ой, это вообще ситуация была патовая. И мне даже подруга, Светлана Вольная, забрала на 2 дня к себе домой, чтобы побыть вот это все время, пока все разрешится. Ситуация, мне кажется, из-за того, что я сообщила это все на всю Украину, это заявление сделала. Поэтому, видимо, люди все-таки, ну, опомнились, потому что такие вещи, это же не 90-е годы. А лезь 90-х уже давно прошла. Сейчас существуют другие методы решения проблем. Поэтому, сейчас все пока спокойно, но все равно, иногда, когда приходят клиенты в ателье, мужчины, меня немножко так вот перебергивают. Вопросик от Ольги. Здравствуйте, Илона, вы мне очень симпатичны, сопереживала вместе с вами. Вы никогда не задумывались над тем, что ваша открытость, все как на ладони, не оставляя загадки, и амбициозность, может заставлять мужчину воспринимать вас только как друга. Мужчина как хищник, ему интересно охотиться, добыча, идущая прямо в руки, неинтересна. Я считала, и до сих пор считаю, что открытость это мой конек. Открытость подразумевает под собой уверенность в себе. И во мне настолько много всяких подводных течений, кроме открытости. И поверьте, я могу разнообразить жизнь очень многими методами. Я человек праздник, я могу делать сюрпризы, я могу делать неожиданные ходы. И открытость моя на проекте, не настолько вот как бы по прицелам камеры, она была, подразумевала под собой то, что у меня было слишком мало времени общения с Максом для того, чтобы еще там делать какие-то тайны. То есть есть минута, я хочу, чтобы он меня знал более глубже и больше, чем вот эти вот все тайные ходы, это не мое. А то, что мужчина хищник, да, я могу быть жертвой, я могу сама стать хищницей, могу стать тигрицей, могу стать голубем в облаках, могу быть кем угодно. То есть меня фантазии хватает. Мидланд. Что вас удивило самой себе во время проекта? Возможно открыть новые ткачи. Удивило то, что, не удивило, это подтвердило, что мои адаптационные способности хуже волчьей. Я не прогибаюсь под мир, это не удивило. Я как-то, ну, подозревала, что я такой человек непрогибаемый. Я не прогибаюсь под мир, не прогибаюсь под общество. Я, индивидуальность, во мне есть характер, личностные качества хорошие. Я считаю, то, что даже когда, допустим, Надя там меня убивала во Флоренции, я называю этот эпизод «мессорубка», когда я сняла петлю, микрорк и все, и убежала вообще в дождь. Вот, и несмотря на это, я там, она подвремела ногу, я ее несла на себе, сумку я ее несла в аэропорту. То есть, ну, все-таки это говорит о том, что я человек не злопамятный.